Прыжок в бездну, на первый взгляд, одно из самых простых испытаний. На самом деле требует мобилизации духа. Надо отважиться, с головой погрузиться в грязную холодную воду, глубина 2,5 метра. Для тех, кто уверенно держится на воде, набрался смелости и вперед. С настроением они хорошим проходят, но те, кто не умеет плавать, лучше, конечно, не прыгать, потому что уже мы многих вытаскивали сегодня. Только спорт, заниматься спортом, и все будет хорошо. Финальные препятствия покорения Эвереста для многих гора становятся камнем преткновения. Но не для наших бойцов. В группе журналистов двое представителей телеканала «Самаргиз» – Сергей Кизоркин и Алина Чемерес. Оба занимаются спортом, поэтому большинство препятствий для них не составили труда. Гонка героев – это спортивно-массовый забег с элементами боевых действий. Общая длина трассы с препятствиями 8 километров побеждает не просто сильнейший, нужен стойкий характер. Выдержать реалистичные военные имитации – огонь холостыми из автоматов Калашникова, орудий танков и БМП, засады, дымовые завесы. Одно из испытаний – проползти под танком. Участники уверяют – только сначала страшно, а потом адреналин, радость и восторг. Многие боролись со страхом высоты, со страхом воды, с грязью. Кто-то вот омерзительно сначала – ну, я туда не полезу. А в конце – грязь, высота, страх какой-то. Все преодолели, все стали смелыми, все стали мощными. Духом самое главное. Вот все прибежали, уже другие люди совсем. Мы дошли, самое важное, мы участвовали ради того, чтобы дойти до финиша. И мы до него дошли и получили такие замечательные значки. Серега мне всегда помогал, кстати. Он первый залезал на все высокие лестницы, сидел там, ждал меня, чтобы помочь ей перекинуться в другую сторону и спуститься. Герой. Отстойчивый герой. Она моя героиня. Гонка героев проводится при поддержке Министерства обороны. Действующие военнослужащие – основные участники. Они же претендуют на главный приз, который пока держится в секрете. Сегодня у нас идет подготовительная часть к чемпионату. Чемпионат состоится 26 августа на полигоне Рощинский, здесь же. Но гонка героев приобретет немножечко другой формат. Мы будем биться за право стать лучшими на финале. А финал пока не расскажу, в каком городе будет происходить. На чемпионате 26 августа станут известны имена тех, кто будет представлять Самарскую область на финальном этапе. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События.